Заборик симпатичный у вас. Каждый хозяин без садов. Деревца, цветы, да? Приятное занятие, пока пошлиться можно. Все скучают за земной, правда, люди? Половину села, наверное, да, половина. Это ж построен забор до революции, да? Нет, после войны. И вот это все после войны? Да. После войны. А обновили уже в 64-м. А у вас еще махорки не встал, случайно? Не маю, да? Не маю, да? Не маю, да? То есть это будет кто-то, Казбек там был, Канбас, Шахтерский, Крыма, Север. Вон где был папирос? И Казбек. Самый лучший был Казбек. Вообще продукция была популярная в нашей фабрике. Урочи в войну, как немцы заняли, немцы выпускали сигареты, а все на свете наши спалили. Ну кое-что осталось. А потом, после войны, Ривкин говорит, ох, Ривкин. Участник войны. Я говорю, какой пацан? Яша, да? Директор говорит, ты знаешь, Ривкин взял эти сигареты, что напивают, папиросы напивают, взял эти станочки, увез на Кавказ. В эвакуацию. В эвакуацию. И там делал для фронта. И только освободили Кременчуга, Ривкин с этими станочками приехал, и мне говорили, что работал, а ты говоришь, что не учился. Ясно. Таким же скажу. По продукции. В романе Олеся Гончара «Знаменосцы» такой писатель случай. Входят Красноармейцы в одну юргенскую деревню в 1924 году. Один веганар вращает бойцов табаком. Один минометчик заткнулся и говорит, барахло, батя, Кременчуга махорочки бы. На фронтах могла бы так услышать песню. «Закурю и легче будет, где махорки грусть унес. Никогда я не забуду Кременчуга папирос. Эх, махорочка, махорка, подружились мы с собой. Да, дядя Зор и Зорка, мы готовы в бой, мы готовы в бой». Василий Теркин. Горев Кременчук. Главное, в 1941 или 1942 уже заняли. Война йде. Кременчук в окупации. А махоркой, сколько отправлено было махорки в Ордора. Что вы вывезли, да? Да, что 11 миллионов солдат курили махорку Кременчуга. А Кременчук то был занятый. Занятый немцами был. Сколько было запасов этой махорки. А откуда брали ж махорку? Ну, колхозах выращивали, правильно? Ну, я тогда не был, я тогда не знаю, представляю. А у Кременчук было, особенно в Святилевке, где Святилевке. Плантации его, плантации. Плантации цели табака. Табака назывался бергун. Бергун. Вот такие завбильшки, штромбель, листья. Все, все, тякували. А, значит, как не попацинкувал табака, табака не попацинкувал, а цей пацинку не обернул. Він негодный. Пацинки обрывают. Пацинки — это что, цветочки? Цветочки. Ну, эти пацинки — это что, цветочки. Вот. И обрывают их, и тогда выросли, чтобы они насыщены никотином. Ну, да. Ну, в Жжоле, я ее в детстве помню, в Жжоле около Гусьпа, там, где были эти плантации, и привозили в Кременчу. Это для этой Советской армии. Робилась эта махорка. И тогда привозили эту махорку, эти штамги, и около 5 тысяч вручную перебирали. Тут 5 тысяч. И все евреи. Евреи. Это евреевское производство. Украинцев не было, никого. Только дядька Петра Волошина жестянщиками. Робили кровельщиками. Батька, брат его, дед. И Волошина умер в этом году. Сам в 1927 году. В этом году мы ее хоронили. У меня друг был Рыбкин, Леша. Он жил в этом доме, где, на Чапаево. Да, да, тот дом Табачников. Это, наверное, сын Яшин. Сын Яшин, да? Отец был. Наверное, наверное. Ему было 27 или 30 лет. Он уехал в 1991 году в Израиль. Это сын Яшин. Сын Яшин. Да, да. Они в Германию поехали. Они получили паспорт израильский и уехали в Германию. Теперь так. Значит, после войны был директор фабрики «Спектр». Тоже еврей был, да? За что и уволили. В такой момент был. Горком требует, дай машину в колхоз на уборочную. Он звонит в министерство, а говорит, не смей давать. Это наше ведомство. Он, кстати, к горкому подчинился. За что и был с работы уволен. Он не знал, что делать. Горком с одной стороны, министерство с другой. Подчинился к горкому, министерство с работы уволило. Никто его не защитил. Стал директором Гаврилов. Как оказалось, некий Гаврилов день. Он был мэром. При этом, говорит, сполком был. А был писатель горкома Селищев. Они между собой не ладили. Поехали в Полтаву на парконференцию. Что Селищев сделал? Завел в закусочную и напоил. Зашли, тот Гаврилов задремал. Он написал записку. Прошу слово, Гаврилов. Представитель вызывает. Слово писать товарищу Гаврилов. Он вышел на трибуну, ни рак, ни жаба. Его просто вертану и себя директором назначили. А потом был Сверчков. Постал за счет фабрики дом частный. Наказали на дармаш перед диспетчем. А такая тут история с директоратом. А был тут еще главный инженер Перельман. Вежлив, культурный человек, безобидный. Но тут делались темные дела. Были там махинации сортами махорки. Дело пахло судом. По денег его посудили. Адвокат еврея его выручили. Отсюда он избавился. Год он не работал. В конце концов, стоял на трикотажную фабрику. Он как? Вентиляцию знал. Теплоснабжение знал. Это все знал. Но в машинах был полный профан. Такие бывали анекдоты. Приходит наладчик к нему. Натан Васильевич, как будем делать петельную машину? А он, Саша, ну что ты не спрашиваешь? Делай так, как считаешь нужным. Самый мудрый ответ. Но работал до пенсии. А как Григора сняли. Его сняли таки Григора? Григора сняли и перевели главным механиком. За это пил? Да. Пил страшно. А чего пил? Набирал сигару и идет напротив трикотаж. А, в диспансерку? Да. Гуляет там? Ну там спирт. А, спирт меняет, да? А, понятно. А ему спирт уже за сигарки раз. И тем спиртом он себя погубил. Понятно. И хоронили на Рейховском кладбище. На Старареевском, да? Да. Как раз у него рано дочка умерла. Коло дочки. Коло дочки. И самое главное – копаем в могилу. Бо там уже только руками копали. Возвали из фабрики. Кто там? Жестянщик, два электрики, два токаря. Один плотник. Оставляли. А тех же таких, кто не связан с производством, туда же отправили. Ну помогали надо. Да, да. Ну, значит копаем в горе гараж хоронить для дочки. Коли тут далі докопали, коли гроб. Там же три шара могил. И гроб главное. Дубовый, крепкий. Дубовый, бир ломом бах. Бах, ни черта. Що робить? Летеваем Шумського. Володю, да? Да, Володю. Що ж робить в Шумській в цих делах? Кирювало. Ну, в цих делах він грамотний. Ну шо, чуть-чуть землею прицепте. А то й Шумська. А ви заметили, що гроб лежить у поперек? Поперек? Отак могила була. А шо воно каже? А ну подумайте. А це каже те, що кладовище було не хрещенне. Не хрещенне? Да. Що воно не було христианським кладбищем. І похоронено не по-христианськи вложене гроби. Поперек, да? Так що це кладбище, то ви вткопали кашу. І Григора похоронили на цьому шуму попереку. А шо значить не христианське кладбище? Єврейське? Ну не хрещ. Хто значить є воно було. А поперек, це як, поперек чого? Ну всі лежать в одному напрямку. Христи і все стоять. По христианському. Як канони треба, а це наоборот, да? Христианські кладуться. То лежать в одному напрямку. Там північна південь, чи як христи стоять. Ну так. А якщо не хрещене, то хоронили... Як-небудь? Ні, теж по яким-то приздахам. Ну не так, як по христианському. По другим канонам, де? По-другим ложили людей. Не по христианському. Значить так. Самовбій сховали за кладбище. На кладбище не сховали, тільки за кладбище. От, допустим, Града йде, я там сажаю. Ну не тільки кладбище. Ось там повесилося і так далі, застрілилося. На кладбище запрещали захоронити. По христианським канонам. А хоронили Трунова сина. Якого Трунова? Ось тут живе, Трунов. Трунов жив на Бутиріна. Директор був ПТУ Трунов. Це він отримав квартиру від Табачка, де він жив раніше. Трунов, так? Да. Потім Трунов був в пасноті. Був. Трунов, Трунов. Дектора шестнадцятого ПТУ був Трунов. Де? Був Трунов. А, ну да. Шестнадцятого ПТУ був Трунов. Саша, да? Ні? Ні. Ну ладно. Ну короче, Трунова це накоронили. От копаємо, викопаємо могилу. Ну це раз їх начали черепи викидати. Що? Черепи. Черепи. Отак ціла куча черепів в кісту. Так що робить? Під шульки підняваємо і туди ж кістки. А тоді ж, коли я гляну, кажу, ой хлопці, усі на світі черепи, всі з зубами. Зубами? Зуби, не такі, як у нас. Він розстріляний, де? Це молоді ж. Молодьо ж? Так, значить молоді хлопці. Розстріляний, НКВ-дістний може бути? Так, і у кожному затилку дірочка. Тут НКВ-діст роботи, НКВД. Якщо стріляли з ТТ, то стріляли нємці в лоб. Не стріляли. А чи кісти в затилок? А чи кісти в затилок. А револьвер – там пуля свинцова. І череп пробивала тільки ззаді. І всередині мозги там швакали, і все. І черепок цілий, тільки ззади дірочку робили. От НКВ-дістці стріляли в затилок. І в затилку скріли ці дірочки, то черепів десять викопали, і теж просипали землею. Ось підшульки повідривали туди кістики. Це там же, на Рівці? Ось так я був на табачці. Наглядівся багато, так? Так, що наглядівся і тугу і тугу. Ви бажте, що я вас задержав. Скажіть, будь ласка, як вас ще звуть? Василь Бацилович Летвиненко. Летвиненко, дуже приємно. Здоров'я вам! Здоров'я! Це будь ласка на уліці Сафиївськи. Міща Сафиївська. Бувша Чапаїва. Після воєнні пострійки. Тут була махорочна. А зараз на цьому місці дев'ятиэтажку строю. Сквозь дерев'я може чуть-чуть видно. Дякую.